Вот он, наш Иерусалим. Повсюду волны спелого ячменя. Сейчас у евреев Песах, и вся страна собирается сюда. Тысячи иногородних людей на улицах. Арабов почти не видно за толпами религиозных евреев и светских израильтян. Все хотят побывать в Иерусалиме в эти дни. Кто-то спешит к стене плача, а кто-то просто гуляет по городу, по магазинам, по паркам. Все куда-то идут. Иду и я, а куда – скоро скажу. Что значит для всех этих людей Иерусалим? Нет, не для всех, конечно, для каждого. Иерусалим ведь не просто город. Он выстраивает с тобой свои отношения. Он забирает тебя в себя и меняет. Как? Обнажает душу, и ты видишь себя другим, видишь себя рядом с Богом. Страшно, да, и невероятно радостно. Как это было у меня? До Иерусалима вся моя жизнь была музыка и моя скрипка. Она была моим утешением и болью, моим дыханием, смыслом жизни. И не потому, что все прочили звездную карьеру, и зал не раз аплодировал мне стоя. Это было не так важно. Важно было жить в этих звуках и строить ими миры. А Бог? Он шел рядом, как идет любящий взрослый, возле ребенка, который еще не очень умеет ходить. И, конечно, знал про мою музыку. А она была такой сильной, всепоглощающей, что иногда они вступали в конфликт. И мне было трудно понять, с кем я больше, кого я люблю больше – Бога или музыку. В какие-то моменты я чувствовала, что он и она могут быть одним целым. И я искала это соединение, искала его в звуке. О, это было сладким мучением. Я никогда не была довольна своим звуком. Даже когда все хвалили, я думала, они просто не слышат то, что слышу я. Я знаю, каким должен быть звук. И у меня пока не получается. А потом был Иерусалим. Он начался, как благодатный дождь, но скоро превратился в поток, который смыл меня и разбил в щепки все, что я любила – дом, родную природу, близких людей. Но я крепко прижимала к себе скрипку «Музыка! Она ведь со мной!» И тут началось самое страшное. Иерусалим окунул меня в свои звуки. Звуки мусульманских намасов, парящие над землей в черном, жарком звездном небе. Звуки византийского пения, которые согревают тебя в пустых, холодных каменных храмах. Звуки еврейской молитвы, темно-коричневой, витиеватой, с восточными переливами. Звуки, звуки, звуки. Здесь они везде. Здесь даже камни и деревья звучат. И везде Бог. Здесь невозможно светское искусство. Здесь другая система знаков, другой язык во всем. Иерусалим для художника – это другое измерение. Моя скрипка в благоговении замолчала перед этим космосом звуков и заслушалась. И вот из них стали рождаться тогда первые импровизации. Я почувствовала, что хочу сама создавать музыку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но и они не достигали того звука, которого искала моя душа. И я перестала играть, опустила руки. Вместо музыки стали рождаться дети, началась другая жизнь. Но источник звука во мне не прекратился. Он пробивал себе дорогу сам. Он снился и не давал покоя. Я сама не заметила, как стала петь. Колыбельные, молитвы с паломниками, импровизации дома с детьми. В этот период локдаунов, остановившись от работы, я о многом задумалась. Чем мы занимались все это время? Показывали людям святые места, достопримечательности. Рассказывали массу исторических и богословских вещей. Нет, конечно, очень нужных. Но ведь Иерусалим – это не камни и не храмы. И даже не богословские трактаты и прекрасные проповеди, написанные святыми людьми. Иерусалим – это такое большое, что не вместить в слова. А когда нет слов, мы обращаемся к музыке. Есть исцеляющий звук Иерусалима. Есть этот звук благодати, звук неба на земле. Он выше религии и конфессий. Он вне времени, он вечный. Возможно, его-то и искала, и ищет моя душа. И вот сегодня мы едем в студию звукозаписи нашего родственника и хорошего друга Мурана Гамлиэля. Мы начинаем музыкальный проект. Мы с Рафаилом долго вынашивали его, наверное, всю жизнь. И вот, видимо, пришло время. Сегодня я буду импровизировать и попробую передать то, что слышу. Попробую спеть Иерусалим. Рафаилом. Рафаилом. Что происходит? В общем, что происходит? Вау. Новый студия. Я никогда не был здесь. Я был в старом. Да, конечно. Хорошо, так. Что мы делаем сегодня? Мы будем пытаться импровизировать. Я буду пытаться петь. Мы увидимся как это будет. Мы просто нужны правильный тон. Тоника. И в любом случае вы будете играть с петкой. Потому что вы тоже должны поменять гармонию. Когда я поменю ее. Потому что это импровизирование. Я не знаю, где я пойду. Я только у меня в голове. Но... Хорошо. Хорошо. Можно я слышать петкой? Да. Да. Он будет с теми. Хорошо. Я, как я 시작. Так. Окей? Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Вот такое же примерно состояние. Сейчас немножко приду в себя, вопью водички и будем слушать, будем работать теперь дальше. Работа предстоит большая. То, что вы сейчас видели и слышали, это сырая запись и маленький фрагмент видео. На самом деле мы писали сегодня музыку два с лишним часа. И много часов ещё уйдёт на работу с ней. На самом же деле это будет час. Музыки и полный круг вокруг старого города. Кстати, меня в кадре видно не будет. Моё присутствие – это мой голос. Пожалуй, это будет самая необычная, но и самая правильная экскурсия, которую я когда-либо вела. Я очень надеюсь, что у нас получится. И состояние тишины и молитвы из Иерусалима передастся вам. Так, ну и вот вы уже настолько близкие друзья нашего канала, что пора вас познакомить. Вот это Дона, это сестра моего мужа, моя невестка. Это вот и есть Муран Гамлиэль. Моя. Не только мой родственник, но и известный в Израиле музыкальный продюсер. Вот мы можем с вами воспользоваться такой возможностью и немножко узнать о том, что делается в Израиле в области музыкальной индустрии. Я думаю, что это тоже часть жизни, святой земли, и вам, наверное, будет интересно из первых уст. So, I'll speak in English, and Moran will answer in Hebrew, because my English is better, and Moran's Hebrew is better. What's going on in Israeli musical art? Я думаю, что в этом случае музика здесь measurement здесь больше всего. Я думаю, что корона летели кушетет для всех людей לעשות в поисках музыкального, но и не обитом. И вот именно мы в этом мире. ignorанное время сейчас проявить и главная реальность. Рассказываемся в мире, которые мы душевные воспитания, это очень частично. Я сейчас, основном, вы видите, что вы видите здесь, что я получил по персону. Я уже принесу мгновенную музыку. Безумно, я использую 80 мудрейте. Я очень люблю это. Я очень люблю это. При этом очень очень многое и оченьовые. Это очень хорошо. Таким образом, они не приходят к этому студию? Иногда мы тоже приходим селебритизм. Я и сам был селебритизм. Кухов-нолад-1. Я пришел к этому. Это был реалитический рейтинг в мире. И да, я использую все множественные знамеры, и эуманы, музыкалы-сератисты. Какая музыка вы любите? Какая музыка вы любите лучше в Израиле? Какой стиль поп-стайл самый популярный? Что я люблю? Или в округе? В округе? Ты видишь, ты аула мчишься на цей рейтинг, בסופо של דבר. То есть, все популярные, и очень популярные, и очень популярные, это ровно. и очень популярные, и очень популярные. и очень популярные. И очень популярные, и очень популярные. Это возможно. И еще несколько вещей. И я думаю, что мне нравится. Какой проект, который я приносит. Я очень своеобразный. Что за деньги. Это все для finished. И за все необходимые. О kirки. Этим. Виртуально. В музыки. ищ'ận. Это на меня очень много. Я очень прощаюсь. Я решила. Продолжение. И это будет эмоционально. И эмоционально. И эмоционально. Это сей. Это место для нас. You know, when tourists come, they always say that Israelis are very musical, that whatever they hear from the radio, whatever they hear on the streets, whatever, whoever sings or plays is very musical. Do you agree with that? And also mixed culturally, right? Yes, we are a salad. A salad that is surrounded by all kinds of shapes and shapes, and there is everything from everything. There are all kinds of differences and differences. We have a international group, international group. There is a Yerusalem, but a Syrian. Here is my sister from Yerusalem. Here is Moran Gamliel, who is also Israeli, but in the case of... And also the baby. He is also Yemeni, so here is from Yemena to Moscow our international and international group. Indeed, our project is also a mix. I mean, everything that I heard over these years in this holy city Yerusalem, all his many-speaking, multi-confessional voices, наверное, как у музыканта, у меня это сложилось в какое-то свое видение вот этого звука Иерусалимской молитвы. И мне самой, честно сказать, удивительно, что вот так это получилось. И вместе с видео, наверное, это будет чем-то очень моим, очень честным от сердца к сердцу вам. Итак, друзья мои, мировая премьера нашей молитвы вокруг Иерусалима состоится 8 апреля в четверг на нашем канале. Мы с вами пойдем в реальном времени, вот действительно полностью обойдем Иерусалим и будем петь. Петь сердцем, душой, молиться. Проект действительно необычный. Много лет я думал о том, что можно делать с Иерусалимом с точки зрения кинематографический, творческий, музыкальный. И мне кажется, что вот нашли вот такой интересный жанр и будем его сейчас проверять. Это довольно экспериментально все, но я бы сказал, что должно получиться очень интересно. А главное, это такой универсальный язык. Универсальный язык молитвы, универсальный язык музыки. И также вот Иерусалим, который все это вместе соединяет. Так что мы приглашаем всех людей, всех разных политических мировоззрений, всех даже конфессий, потому что Иерусалим зовет всех. Ну вот наконец-то и объединятся все наши поклонники, зрители нашего канала вне зависимости от политических взглядов, религий, характеров и национальностей. Аминь. Пусть будет так. Друзья, я вас всех обнимаю. Мы прощаемся на сегодня. Обещаем выходить в эфир как можно чаще. И до встречи в четверг, 8 апреля.